МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Екатерина Котова. Здравствуйте. Далее некоторые темы выпуска. Ноябрьская беда. Сегодня специальная комиссия оценивала прошлогоднюю работу дорожников. Внимание, комендантский час. Изменилось время, когда детям можно находиться на улице без взрослых. И современные последователи Менделеева. В воскресенье профессиональный праздник отметят химики. Ежегодный отчет о работе представила депутатам глава городской администрации Жанна Белотская на последнем заседании Думы. Она отметила, что главная цель работы органов местного самоуправления это улучшение благосостояния населения и создание комфортных условий для проживания. Что конкретно для этого было сделано в 2012 году в первом материале выпуска. Как подчеркнула глава администрации, в 2012 году в городе сохранилась социальная стабильность и выполнены все бюджетные обязательства. Кроме того, Ноябрьск довольно успешно развивался в самом приоритетном направлении, а именно в жилищном строительстве. Его объем в минувшем году по сравнению с годом предыдущим увеличился в 10 раз. Строители осваивали и точечные места под застройку и возводили целые жилые районы. Реализация жилищного строительства в городе осуществлялась по нескольким направлениям. Первое. Это развитие города в северо-восточном направлении, где ведется застройка восьмого микрорайона. Площадь жилья там составит 150 тысяч квадратных метров. И в скором будущем в Ноябрьске появится еще один современный комфортный микрорайон. Сегодня уже начаты работы по застройке микрорайонов П-7, П-7А, П-8 по улице Муравленко. По завершению строительства общая площадь жилья этих микрорайонов в составе 36 тысяч 300 квадратных метров. Более 800 ноябрьских семей в прошлом году улучшили свои жилищные условия. В том числе 81 семья получила государственные жилищные сертификаты на приобретение квартир за пределами Ямала. 26 семей субсидий на покупку жилья в Тюмени и Тюменской области. 499 получили социальные выплаты, которые помогут им приобрести собственные квадратные метры. Следующее приоритетное направление, о котором говорила глава – жилищно-коммунальное хозяйство. Здесь, по ее словам, немало проблем. Их причины в нашем городе отражают ситуацию во всей стране. Причина общеизвестна. Изношенность сетей, недостаток финансирования, отсутствие задолженной законодательной базы. Тем не менее, в городе увеличено финансирование улиц и дорог. Возведено 11 игровых комплексов. И очень важно, в Ноябрьске стартовал пилотный проект по благоустройству дворов. Это муниципальная программа, и подобной в округе больше нет. Подготовлены паспорта дворовых территорий всего города. И в 2012 году, впервые за многие годы, мы вплотную занялись благоустройством внутри дворовых территорий в жилых кварталах. Изменился в 2012 и облик города. Ноябрьск украсили скульптуры по эскизам местного художника Кирилла Никифорова. Рождаемость в городе тоже растет. Коренных ноябрьцев в 2012 родилось 1745, что на 215 малышей больше, чем годом ранее. А кроме того, Белотская отметила, что сегодня больше становится горожан, которым от 25 до 38 лет. Это значит, что Ноябрьск по-прежнему молодой, и ему надо развиваться. Ксения Епишева, Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города. А сегодня глава администрации с предстоящим праздником поздравляла представителей местного бизнес-сообщества. Профессиональный праздник они отметят в предстоящее воскресенье. Наградами отмечены 20 работников сферы торговли и услуг. Им вручили благодарности Минпромторга, губернатора округа и председателя городской думы, а также почетные грамоты. Сегодня комиссия из числа представителей дирекции муниципального заказа, госавтоинспекции и ДРЦУ оценила работу подрядных организаций, которые ремонтировали городские дороги в прошлом и позапрошлом годах. Такие проверки начались совсем недавно, и направлены они в основном на выявление работы недобросовестной. Так, дирекция муниципального заказа уже зафиксировала порядка 15 ям и выбоин, которые должны быть устранены подрядчиками в гарантийном порядке. Сегодня, например, инспекция оценила масштабы разрушений на улице изыскателей. На дорожном полотне здесь две ямы, в которых нетрудно и колесо потерять. Добавлю, представляющими опасность для дорожного движения считаются выбоины глубиной более 4 сантиметров. Все будет фиксироваться, все будет подрядчику выдаваться для исполнения. Если, конечно, подрядчик не будет исполнять или будет как-то игнорировать, то возможно, что вплоть до судебного вмешательства. Любопытные фотоснимки сегодня попали в нашу редакцию. Жители одного из домов запечатлели довольно интересную картину. На кадрах машины прямо посреди детской площадки. Далее рубрика «Новости наших гаража». Ну вот, собственно, все понятно без лишних слов. Автовладельцев не смущает не то, что это детская площадка, не то, что здесь гуляют малыши. Видимо, собственное удобство гораздо важнее, чем приятное, а главное, безопасное времяпрепровождение детей. Сотрудники полиции Ноябрьска обнаружили труп женщины в лесном массиве. Следователи установили это тело 46-летней жительницы Ноябрьска, которая пропала еще в сентябре 2012 года. Признаков насильственной смерти не обнаружено, однако ряд судебно-медицинских экспертиз назначен. Известная женщина злоупотребляла спиртными напитками. Указанный труп был направлен на судебно-медицинское исследование в Ноябрьское городское отделение судебно-медицинской экспертизы. Впоследствии был опознан родственниками, как принадлежащей женщине, которая пропала без вести в сентябре 2012 года. В настоящее время проводится комплекс судебно-медицинских экспертиз, комплекс иных экспертиз, направленных на установление причины смерти, идентификации личности трупа. А минувшей ночью на улице Багульной, это в самострое, водитель автомобиля ВАЗ-2110 попал в ДТП. Он не справился с управлением, машина наехала на металлическое ограждение и перевернулась. В результате серьезно пострадала его 18-летняя пассажирка. У девушки открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы и ушибы. Сейчас она находится в больнице. К сведению родителей несовершеннолетних, в ноябрьске изменилось время, ограничивающее пребывание несовершеннолетних на улице. Комендантский час теперь объявлен с 11 вечера до 6 утра. В этот промежуток времени подросткам запрещено находиться на улице, а также в заведениях увеселительного характера без сопровождения взрослых. В противном случае родителям несовершеннолетних придется заплатить штраф до 2000 рублей. Комендантский час, он действует. В настоящее время комендантский час у нас наступает с 11 часов вечера до 6 утра, при котором запрещено также появляться детям до 18 лет без сопровождения родителей в любом общественном месте. На улице, в подъезде, в лифте, вообще где-либо запрещено без сопровождения родителей. Ни бабушек, ни дедушек, ни братьев, ни сестер, а именно родителей. За что тоже предусматривается административное наказание. Пожаловаться на нарушителей теперь можно через интернет. Полицейские начали активную работу в сети. Оставить свое заявление жители Ноябрьска, да и в других городах округа, могут в электронной приемной УВД. Для этого нужно зайти на сайт УВД ЕНАУ, пройти в раздел «Для граждан» – прием заявлений. Текст заявления заполняется по специальной форме. Сообщение поступает в полицию сразу после отправки. Любой гражданин, фактически лишенный возможности по каким-либо причинам присутствовать в дежурной части для подачи заявления лично, либо отсутствие возможности дозвониться по телефону, но при наличии интернет-связи, он может обратиться на сайт УВД ЕНАУ, он так и звучит, УВД ЕНАУ, собака Мэй Уру. Это сообщение поступит в УМВД России по ЕНАУ и, соответственно, потом поступит к нам. И дальше по нему будет работа осуществляться в установленном порядке, ровно так же, как если бы заявление было подано лично. Сводный план утвержден, госконтракты заключены, оперативный штаб избран, Ямал готов к пожароопасному сезону. Такое заявление сделали руководители сразу нескольких ведомств на недавней пресс-конференции, которая прошла в Салихарде. В этом году в нелегкое дело пожаротушения внесен ряд изменений. Первое и самое существенное – увеличение численности лицензий на право тушения лесных пожаров. Напомню, ранее такой обладал только Ямалспас. Теперь же этим будут заниматься также общество пожарная охрана, базирующееся в Новом Уренгое, государственный природный заповедник в Верхнетазовский и леса Ямала. В стадии рассмотрения – выдача лицензии противопожарной службе округа. Все они обеспечены необходимыми средствами от транспорта до спутниковой связи. В этом году на борьбу с пожарами выделено 53 миллиона рублей из федерального бюджета, еще свыше 300 миллионов на эти цели потратит округ. Современные исследователи Менделеева в последнее воскресенье мая свой профессиональный праздник отмечают химики. Без этой важнейшей науки сложно представить развитие многих сфер жизни. О том, как значима химия в топливно-энергетической промышленности, хорошо знает старший лаборант физико-химической лаборатории номер один «Газпромнефь» в ноябре с нефтегаза Елена Юшкевич. В лаборатории Елена Юшкевич работает без малого 15 лет. Правда, начинала она свой трудовой путь в образовании. Несколько лет преподавала школьникам математику и физику. А в лихие 90-е кардинально сменила вид деятельности и ушла в нефтянку. Признается, что ничуть не жалеет, хотя работа у химика не из легких. Суть моей работы заключается в выполнении определенных видов анализов, в оформлении журналов, введении документации и организации рабочих мест. В современной аккредитованной лаборатории занимаются сложными химическими анализами нефти, пластовой источной воды трех месторождений – Западно-Ноябрьского, Среднеидурского и Спорошевского. Сейчас я вам покажу, как мы определяем процент воды с выхода, который поступает с УПСВГ. УПСВГ – это установка предварительного сброса воды и газа. Я определю, какой здесь процент воды в этой нефти. Этот аппарат называется АКО – аппарат количественного определения воды. Вот у меня колба, ловушка и холодильник-приемник. Сейчас я это поставлю, включу, и через час у меня анализ будет готов. Время в нефтегазовой отрасли многое поменяло. Эти изменения коснулись и химических лабораторий, которые сегодня оснащены по последнему слову техники. Современное оборудование существенно облегчает работу химиков. Елена Васильевна с гордостью демонстрирует хроматограф. Вот этот прибор, который называется хроматограф, это прибор очень хороший, прибор нового поколения, в котором заложена программа, и который нам выдает результаты анализа по кальцию, магнию, калию и натрию. Все это выпускается через спринтер. Все это, главная особенность его, что нужно быть очень грамотным, чтобы пользоваться этим прибором. И каждый день Елена Юшкевич доказывает свою профессиональную состоятельность, справляясь с поставленными задачами на отличном. Но главное, что даже спустя 15 лет она каждый день делает в своей работе удивительное открытие, которое остается интересной и любимыми уже многие годы. Оксана Балуна, Оксана Зайчукова, Григорий Куроптев. Новости нашего города. А в городском архиве в эти дни работает выставка, посвященная «Газпромнефть. Ноябрьскнефтегазу». Каждый из экспонатов наглядно рассказывает о том, как «Ноябрьскнефтегаз» развивался, креп и становился. Информационные стенды повествуют об основных вехах истории предприятия с момента создания в 1981 году. И о каждом его руководителе. Некоторые предметы просто уникальны. Особая гордость нашей выставки является колба с нефтью, с первой нефтью, которая была добыта на Холмогорском месторождении. Конечно же, мы хотим пригласить всех желающих посетить нашу выставку, которая экспонируется в фойе нашего архива. Выставка будет действовать до ноября этого года. Таковы новости пятницы. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А на сегодня у меня все. Я желаю вам отличных выходных и хорошего настроения. До свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 25 мая в Салифарде облачная с прояснениями. Ветер юго-западный, температура 13 градусов выше нуля. В Муравленко без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура 5 градусов тепла. В Ноябрьске без осадков, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура 4 градуса выше нуля.